Привет, привет, мой добрый зритель! Рада тебя видеть! Всех, кому не важны МК, и кто готов просто побыть со мной несколько минут, я пишу летопись своего переезда. Обычно ролики свои не пересматриваю, а тут, знаете, не успела переехать, как уже пересмотрела несколько роликов. Я не привезла с собой пенку для укладки волос. Я не привезла с собой круглую расческу. Поэтому сегодня простой расческой и феном. Здравствуйте! В общем, одним словом. И с утра пошла покупать все это. Купила три пакета, еле донесла, такси вызывала. И угадайте, купила я пенку для укладки волос и круглую расческу? Правильно, нет. Спросите, расстроилась я? Правильно, нет. Буду гулять, изучать окрестности, будет повод. Какой раз уже хочу начать с вами Непросковье из Подмосковья. Дайте хоть один раз начну. И какой раз хочу показать, что я обнаружила при уборке квартиры. Конечно, я люблю больше шарики. Речь идет про новогодние игрушки. А где бабочки-коробочки? Вот. Вот они такие бабочки-коробочки. Я как увидела, решила, что это знак. Стекло. А может и не стекло. Нет, стекло. Стекло. Игрушка вся пошарпанная. Видно, что она... Ну, я так думаю. Пусть будет старинной. Или она уже пошарпанная, или она так была задумана. Я не знаю. Это такой вот, знаете, упакованный бантиком, перевязанный подарок. И я все это вот произошедшее... Я повторюсь, что мы с сыном даже не думали, что вот прям первый, кто придет к нам смотреть квартиру, ее и купит. Думаю, ну, по баланду есть маленько. Месяц-полтора. А потом перееду. Будет что будет. Мне же не мед собо устраивать. Мне же надо. И вдруг вот такой вот, наверное, предновогодний подарок, что ли. Я, конечно, эту игрушку сохраню. И несмотря на то, что я люблю елочки, наряженные или шарами, или вот этим старинным игрушкам, как бывало, чтобы все были. Помните, у нас была стрекоза, космонавт, чайник, балерина. Ну, если взять игрушки свои... Или все такие. Или таких вот было бы сто пятьсот в одном стиле, в эту елочку. Я даже не знаю, будет елка или не будет. Но если я... От меня-то все. Я выдрала уже все. Я выдрала. Разбрала все абсолютно сетки. Одна у меня стоит неразобранная, потому что надо вешать на плечики. А я... Я не знаю, чем я думала. Так, идем, идем по списку. Это самое, взяла упаковку, положила. Там пять вешалочек, пять плечиков. Ну, положила уже по списку я в корзину. Положила. Какие ко мне вопросы. А то, что мне надо двадцать пять, а не пять, это уже вот я сейчас обнаружила. В общем, я сделала все. И теперь все тормозит мебель. Тормозит мебель. И я бы еще, конечно, сейчас уже шторы повесила. Правда, стремяночка, которую мы купили, она мне хорошо на верхнюю полочку в кладовке залезать, но никак не дотянусь. Я могу на стол встать. Это все, пожалуйста, крючки уже есть. Но вот там, где крючок начинается, и идешь-идешь, как-то так повесили, не знаю, преграды. А как же мы сюда провести только не трогай я сам. Я думаю, что я неделю буду вещи разбирать, понимаете? А я вообще, я думаю, буду всю неделю потихоньку убираться, а я вообще все, все, все. Может, она была помедленнее, не знаю. Как уж пошло, так и пошло. Кое-что у меня надо еще в кладовочку купить, потому что я разложила так, и пока мне не очень нравится. Вот это надо разъединить. Это уже мелочи, которые будут продолжаться бесконечно. Значит, игрушка вам старинную показала. Вот такой вот подарок. В прямом смысле слова, потому что игрушка – подарок. И в переносном смысле слова, как я для себя это все интерпретировала. Пусть будет. Так, значит, я сейчас возьму вопросы и проговорю. Только сначала скажу, как в магазин сходил, я же говорю, пошла за буквально пеночкой и круглой расческой. И то ли мне в окно говорят, вот, видишь, лента, там не лента, а между домов, какой-то магазин, что-то гипса, строительный, картон. Ну, что-то я сочиняю, но там он строительный. И, говорит, за ним лента. И, кажется, вот недалеко. А я шла, 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 шла. И потом там вот она уже лента. А к ней не подожди, надо обязательно там грязно. Надо обязательно обойти такой крюк. Я пока пришла в ленту, я забыла, что я хотела. Какая там расчесочка. Встала, посмотрела. Вы знаете, купила всего, вот всего. Ну, какой список. У меня же у меня была расческа и эта самая пенка для волос. И я их видела, я прям глазами вот так проходила. И мне даже не отложилось, что я на возьми купил. Я вот так умела, умеете. Вот так, о, открывашка у меня нет. О, судочки. Я вот приготовлю, если надо же положить. Ну, все, в общем, включилась во мне хозяюшка. Такую маленькую разделанную досочку купил. Надо же, о, большая, кругленькая, надо купить. О, чай по кейскому у меня полно, а это самое рассыпульстый. Я сейчас прям специально не покупаю никакие соки, ничего. Я завариваю чай, погуляю чай. Вот я же люблю там намесить всего. Надо еще пойти тоже как-то со списком. Всякие там купить и шиповник сушеный. И все, мне тоже всегда это было. Все оставил, все оставил. Сейчас хочу, например, потому что я сейчас могу только мяту. Я купила мяту. Не разбегайте, сейчас покажу. Помните, вы мне говорили, не выбрасывай, Таня, чайничек, когда я посуду показала? Это Дзеновцы делала. Я налила сюда водички. И мята такая была вся. Ну, я пока еще в магазин не знаю, где как. Потому что у нас в магазине продала такая бодренькая мята. Но это небольшой супермаркет. Это просто такая вот небольшая забегаловка. Вот. И я, ну, хочется все равно в чайничек. Не в этот чайничек, а в заварный чайничек положить что-то такое не вялое, а бодренькое, да? И вот я водичку. И она прямо на глазах, на глазах, на глазах мята, головушки подняла. Вот. И она, конечно, пустит корни. У меня вообще все пускает корни, все растет. Но пока мне нет ни горшков, ни земли. Вообще даже как-то желания этим заниматься нет. Я просто эти корни... Потом я все это сделаю. Весну, может быть, где-нибудь. А пока просто красивая экспозиция на кухне. Пусть они меняются. Как хорошо, что я не выбросила чайничек. Ну вот, Таня, посадите еще что-то. Правда. Какой-нибудь кактусик. Кто-то говорит, навал, берите, продайте их. Я не буду продать, потому что такой посудой я пользуюсь, да? И вот прямо накрываю стол. Именно такой посудой от мамочки с папочкой осталось. И поэтому, если, допустим, подокончики или где-то подокончики, будет закрыт шторочкой, Таня. Ну, неважно. Где-нибудь будет стоять вот такой чайник, да? А мы кушаем с такой посудой. Будет очень-очень поэтично и красиво. Что ж, давайте пойдем по вашим вопросам. А что я хотела еще про магазин сказать? А, сейчас, сейчас. Ой, постой. Я хотела сказать, что пошла в магазин, но дошла до него не сразу, потому что обнаружила тропинку, тропинку, которая ведет в лес. Я когда пошла, это было вчера, когда пруд-то обнаружила. На Дзен я показывала фотографию прудика. Такая красота среди многоэтажек. И, главное, так смотришь, кусты, его не увидишь, если не знаешь. Ну, во всяком случае, той страны, к которой я заходила. А так идешь, 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 я увидела этот пруд не со своего балкона, к сожалению, а с такого, как пожарная лестница или какой общий балкон. И я так поперлась туда, я так бы не узнала. И вы знаете, надо среди зарослей пройти и вот гладь. А ноябрь стоит какой? Какой ноябрь стоит? Вода еще прям, ну, вода. Вообще, осень какая-то волшебная в этот год. Мы все думали, хоть бы снежка не было, хоть гололед не было, доехать. И доехать дали, да, и все прям вот такой вот. Вообще волшебная осень стоит. И я пруду там, обнаружил, там можно просто постоять и покормить уточек. Когда откуда-то селезень пришел, потом второй приплыл, потом третий. И я открыла рот. Я говорю, да, посмотрю на ли я направо дома. Дома, посмотрю вперед между собой, в дальние надо, там тоже дома среди зарослей. А вот так просто вот, это вот, постоять, пофилософствовать, это чудо островок. Ну, он, конечно, весь грязный. Я бы такие вот, у меня девочки писали, что облагородили где-то урны, поставили, это самое, на скамеечке лавочки. И вообще, что-то я как-то стою, нехорошо. И, ну, надеюсь, у нас когда-то все это сделается. Я очень на это надеюсь. Но пока, конечно, все что угодно, все что угодно. Там вот пункт Вабрис недалеко, почему я и, ну, как сказать, пруд там обнаружил, ходила за крючками. То есть распаковал, выкинул прям там. Жак, где же еще выкидывать? Только там донести же некуда больше. Чипсы, наверное, стоят там вот эти окурки. Ну, я не знаю, это местечко чудо. Там можно просто, действительно, если вокруг него поставить лавочки, просто посозерцать. Сколько людей не могут никуда поехать, даже если могут поехать, вот посозерцать это все. В общем, я как обрадовалась, так и расстроилась, увидев это вот, ну, в общем, тут был человек, если можно его назвать человеком. И лето самое, лес я хотела вчера же посмотреть, но не могла пройти. Круглый расчес, тут и надо купить, надо. Ну, пошла я туда, уперлась в какую-то стройку. Вагончики, вагончики. Вот. Я вот тут спросила, вход в лес, в лес, вот там есть ли вот там. Мне куда-то показали, я пошла, пошла. Другие вагончики опять, там все огорожено. Какое-то железное. Я понимаю, какая-то лазейка есть, потому что я с балкона четко вижу. Это, правда, такие люди, как муравьи с моим 20-го. Но, тем не менее, ну, ходят, ходят. И я, значит, проследила. Я сегодня была шпионом, шпионом я была. Еще кем только я не была шпионом. Я проследила, я дождалась. Так, ну, гулять, так гулять, какая разница, да? Мужчину с собакой, куда он, ты-ды-ды-ды-ды. Вот. И я тихонечко, прям как детективонь, Танька детективонь, пошла, пошла, пошла. Я поняла, где заходить в этот лес, я никогда бы не додумалась. Ну что вы, лес, он, конечно, красавчик. Там есть лиственные деревья, там очень много сосен. Все это намешано. И вот там часть, как вот у нас бывало, чем в Саранске стихстрои, да? Прям так идешь, идешь по лесу, значит, сейчас зайдешь в хвойный лес. Здесь все намешано. Но от этого лес не становится менее красивым. Он чудесный, воздух свежий. Собачников там очень много. Я прям не знаю, как обратиться, как, что тут мое вот обращение в никуда. Товарищи собачники, хотя если они в городе-то не выбирают за собаками, что уж говорить про лес. Вот эти везде лепешки, да, лепехи. Я не понимаю, как вложить человека к культуру. Ну, это же так просто. Ну, я прям, наверное, даже где-то продаются, может быть, не знаю, одноразовые совочки, крепенький картон какой-нибудь, да, и мешочек. Ну, что-то надо с этим делать, потому что это невероятно. Вот гуляю-гуляю, я рот вечно разявую, смотрю наверх. Там течка полетела, там просто вот макушки деревьев на фоне неба. Это вообще-то релакс, полный релакс. Ну, глаза вниз опускать даже не хочется. Тоже очень много мусора, очень много вот этих лепех. И ведь ходят такие люди, ну, я не знаю, хозяева собак достойные, обеспеченные, культурные люди. Я не думаю, что тут не доходят до них. Я сейчас про всех говорить не буду, наверняка кто-то убирает. И спасибо огромное таким людям. А вот портят очень впечатление, портят грязище. Мне тут сказала, да, вот, пожалуйста, у нас... Да и у нас тоже ведь так было, у нас тоже так было. Есть люди культурные, которые, ну, не позволят. Лучше там, там, съел, там, эти, любую конфетку, еще фантик, лучше в карман. До первой мусорницы, до дома. А кому-то нет ничто, неважно. Где вот, где закончилась конфетка, съелась, где она, там я ее выброшу. Ну, из окна автомобиля, значит, из окна автомобиля. В общем-то, что хотела сказать. Нашла я тропинку в лес. Это счастье. Я теперь буду гулять в лесу. Ну, конечно, вот эти все издержки. Ну, скоро снежок покроет, а весной там, наверное, будет прям, не знаю. Вот, лента далековато для меня. Я туда, так сказать, туда еле дошла из этноплетень. Еще что надо не купила. Нет, зачем ходила, не купила. Но купила очень много всего тоже, что надо. Я сейчас буду варить ши. А? А? Ведь ничего, шариком покати. Вентом-то. В холодильнике. Потихоньку обживаюсь. Ну, какие тут для укладки волос, понимаешь ли. Вот. Ну, просто, как это сказать, я эти дни-то на бутажеродиках, на чаях, да, сырок есть, колбаска есть и ладно. И каких-то на полфабрикатиках. Прекрасно, чтобы вот этот вот голод не отвлекал от дел. Чуть-чуть перекусишь и начинаешь все это делать. Это прекрасно. Но хватит. Надо, в общем-то, готовить еду. Без хлебового, как у нас в деревне говорили. Хлебового-то есть, есть. Без первого блюда, без хлебового. Как-то не то. Сварю я обязательно. И еще хотела, когда я вообще рассказала про... Все-нибудь только утром я читала комментарии, а уже часа четыре не читала. Домовенка. Тань говорит, а я ему упустили. Какой домовенок? Девочки, все. Я же все сумки разобрала. Просто не все развешено. Кое-что я оставила специально в сумках. Ну, вешалки жду. А так все. Я уже говорила. Так вот же он. Вот же он, мой кузенька. Мой домовенок-кузенька. Моя прелесть. Моя лапонька. Это мне подарил Райя Дмитриевна. Коллега, с которой я работала, ой, сто лет назад. Она подарила мне души. А теперь он подходит и к цветочку глиняному. Руканья. Он у меня в фотографиях очень часто присутствовал. Потому что он красивый. То пубочки подметает, то что-то. Я просто в последнее время фотографию мне уделяю должного внимания. А так, когда уделяла, то он у меня присутствовал очень часто. Вот мой домовенок. У меня прям крючочек есть там один. Ну, наверное, для сумок еще, для чего. Просто одна полочка оказалась крючочкой. Кстати, таких полочек мне не хватает. И вот на этот крючочек я повешу своего красавца. Если он встретит, то он говорит, что у тебя домовой есть. И это было такие серьезные вопросы. Я не знаю, как серьезно отвечать на эти. Ну, в смысле, на собой настоящий. Домовой. То конфетку положить, то молочко. Еще некий. Не надо. Вот у меня домовой. И нам очень хорошо. Так, сейчас я начну по вопросам. Я выписала, о чем говорить. И потом отключусь и сбегаю. Посмотрю за эти 4 часа, кто что написал. Классный домовой? Так, где моя театрадочка? Сейчас мы про новогоднюю игрушку рассказать. Рассказала. Я в этот раз уже записала. Расскажи про новогоднюю игрушку. Престь моя. Вот такие вот я штуки нахожу. Я какой-то еще на раз посмотрела. Я все, что находила, выкидывала. Все выкидывала, потому что я не знаю, кто брал руки, кто держал. Я все выкидывала. Но там не очень много. А игрушечку оставила. Спросить про звук. Вот, значит, несколько человек мне сказали, что у меня плохой звук. А еще вот там я когда была в Мордовии, блогер, который я смотрела, да, прям аж вот эмоциями. Да что вы мне пишете про звук? Я посмотрела с телефона, значит, с компьютера. Нормально все со звуком. Может, а потом все устаканилось. Скажите, пожалуйста, есть ли те, у кого со звуком нормально? Потому что я, ну, как и было. У меня не, вы, наверное, без микрофона. Я без микрофона. Я с микрофоном никогда и не была. Что-то жарко. Сейчас я открою балку. Просили спросить про звук? Я спрашиваю. Девочки, потому что про плохой звук мне человек и три писали. То, что плохой звук у кого-то, это я поняла. А если у кого звук хороший, как был, так и есть. Потому что там девочка на одно сообщение писала, а мне даже приходится убавлять. Девчата, напишите, пожалуйста, как со звуком. Спросила. Мой добрый зритель спросила. Как-то и давайте подождемся комментария. Дальше хорошая очень новость. Мне позвонила вчера Ангелиночка. Это, ой, Ангелок, это мы работали. Коллегами были. Потом, значит, она ушла с работы, я ушла с работы. Она уехала в Москву. И мне, кстати, недавно зритель писал. Таня, вот так и так. С Ангелиной вы не встречались. И все, я говорю, мне пока... Я просто, вы знаете, ну, нетрудно догадаться, в чем проходят дни, когда вот так вот. Да, я мало-мальски разгреблась, мало-мальски разобралась. Все это почистила. И вот такой звонок неожиданно, наверное, смотрит ролики мои, я так понимаю. И говорит, Татьяна Анатольевна, так и так, очень рада, узнала, помощь предлагает. Ну, ангелочек, есть ангелочек. Она говорит, может, что-то таскать, может, что-то, думаю, все с сыном перетаскали. Спасибо огромное. Ну, просто знайте. Это так приятно, так приятно. И я говорю, давай их встретить. Учитывая, что я пока... Нет, ну, слушайте, вчера я вообще, знаете, как я гуляла? Это все кому сказать. Я так встала. Ага, ага, кофейня. Кофейня. Так. Это значит, я сейчас дойду до кофейни, только когда из кофею не выхожу. Направо, направо. Вот. И караул, не смейтесь, пожалуйста. У меня вообще с этим проблемы. А сейчас уж вон куда ухмы сдала. Но все равно это в пределах, в общем-то, еще, так сказать, моей местности. А чтобы где-то как-то... Я говорю, Ангелиночка, ты все-таки уже больше лет, чем я. Сначала ко мне. Давай вырывайся ко мне. А уж потом я, может быть, тоже буду помобильней. Может быть, ну что вообще хотеть? Два дня только живу. Я уже все вымыл, все разбрала. Вот. А теперь буду сидеть, вязать, спинку лечить. Мне бы диван дождаться. Чтобы мы оттуда с Ангелинкой хоть сели-то. Представляете, я уже этот удобный матрас не посажу. Ну вот. Сын смеется, конечно. Опять я говорю, нет, у меня все хорошо. Рассказывал, как нашла путь в лес. Говорю, то ли, наблюдаю, стою. Тут дяденька, значит, с этой самой, мы по телефону. Вам все биноклю не купите. Я говорю, биноклю мне не надо. Не диван, скорее пришел. Биноклю. Еще зеркальце у меня вон туда. Еще стеночку. А биноклю мне не надо. Все будет потихоньку. Ну, рабочие дни, да. А по мере того, как будет свободно в этот выходной, в следующий будем потихоньку уже эти все. Осталось. Знаете, раньше страница была на две части. Разъем так-так-так-так-так-так-так-так-так. Сейчас уже я переписала, да, крупненьким, чтобы видеть. Уже, знаете, одна треть от того, что осталось, купить. Я бы сейчас вообще куда-нибудь, ну, во-первых, я не знаю, как найти. Во-вторых, это все крупное. И зачем мне перейти на такси еще, если у меня есть и из воршек, и грушек в одном лице. И посоветоваться. У меня мальчишка со вкусом, а если лизунка, у них вот не совпадает. Ой, и прямо не хватает ее, это, стеляненька, стеляненька, прям. Ой, цыплята мои. Так, томовенка нашла своего, показала. Значит, Юлия, шкура, Юлия, я не знаю, фамилию, сейчас своим почерком написала, сама не разбираю, просила показать тушь. Таня говорит, знаю, что вам сейчас не до этого, но если можно, показать тушь. Глазки, говорит, красивые у вас. В данный момент я крашусь, я уж показываю и показываю. У меня прямо на одной полочке стоят две туши. Я вам показывала такая желтенькая с черненькой этой самой. Сейчас у меня ее нет, но она у меня... Как только я начну пользоваться, надо будет показать, или в ранних роликах. В данный момент, у меня одна тушь в месяц уходит, 5 и на день, 5 в 1. Это не реклама, я не рекомендую, пользуйтесь чем хотите. Зритель спросил, я отвечаю. 5 в 1. Я уже показывала сколько раз. 5 в 1. Я не знаю, как еще показать. И это у нас Арифлейм. Я у одной девочки покупаю постоянно. И однажды ошиблась. Нет, я покупаю-покупаю ее, и однажды никак не могу смыть. Она прямо на ресницах. Говорит, потому что я подсунула. А как сама беру? Я уже знаю, что мне надо. Сама беру, деньги ставлю. А тут, оказывается, вот тут можно, кроме как маскара, может быть написано еще что-то там ватр. Водостойка. И если возьмете водостойкую... А ну прямо, знаете, раньше... Я почему-то думала, что вот если такие серебрушки, как салюты здесь такой, прямо как капельки серебряные, то это одно... Нет, это просто под Новый год были и водостойкие, и не водостойкие с такими серебряными как бы фонтанами, каплями. А здесь надо просто читать, чтобы здесь была написана только маскара. А нет, если водостойкая, то она ложится классно. Пока я красила, я даже не заметила, что это какая-то... А когда смывает стала глазенки-то вместе с ресницами, тогда я поняла, что что-то не то. Вот эта тушь у меня в данный момент, я очень долго пользовалась тушью Vivienne Sabo, но потом она как-то испортилась. Мне не нравится. И эта тушь, она как Vivienne Sabo, знаете, когда начинаешь первый раз, что ты купила? Какая-то то ли сухая, то ли какая-то... Она очень долго разгоняется. Второй раз краешь уже полегче. Третий, потом, прям вот недели две, это чудо, а не тушь. Один взмах кисточки, там чуть ли не пять слоев. А потом, когда она заканчивается, опять она так... Ну, лично у меня ресницы большие. Она затухает, затухает, и уже надо столько слоев. Так, про тушь я вам, Юленька, ответила. Так, про лес, про прудик рассказать я вам рассказала. И пойду я посмотрю, какие вопросы за эти четыре часа пришли. Потому что на тетрадочке всё закончилось. Села сейчас и запела. Пока читала комментарии, пока скринила те, которые... А сейчас чуть-чуть обсудим, встаю, а ножка со спиной опять говорит, сиди уж, не вставай. Рукоделись с утра до вечера. Я благодарю вас. Знаете, сходят к минимуму сообщения, я очень рада, что без обид, без всего там это... А как же так, грустно-то, как вы могли. Всё, уходит. Девочки, прям огромное вам спасибо. Это новые страницы. И я заметила, может, только у меня, нет, не только у вас. Что эти новые страницы в жизни приносят энергию и будто уносят в возраст. Совершенно верно. Дают возможность почувствовать себя моложе. Не знаю, как это происходит, но у меня это так. И да, главное, правильный настрой. Это захватывающее приключение. Заглянуть за поворот, жить с любопытством, а что там. Совершенно верно, совершенно верно. Вот такие я очень люблю сообщения. Так. Вот, кому-то хочется начать уборку, скорее, до выходных. Ирина пишет, Танечка, мне уже нравится балкон. Представляю, как там будет прекрасно и в каждый сезон по-своему. Откуда вы знали? Я лякнула где-то уже, что в каждый сезон я хочу по-своему. Дело в том, что я на балконе пока совершенно ничего не хочу. Спасибо огромное. Вот мне там даже столик откидной предлагают. Он потом будет. А пока я хочу, потому что подоконник у меня широченный там. Вот тебе сиди, чай пей. Я хочу туда удобная креселка. И четыре пледа. Но это еще в мечтах. То есть вот зимой сейчас неплохо бы накинуть белый плед. Но я там зимой сидеть буду. Нет, ну так вот, может, за холодной осенью. Осенью рыжий пледик. Что-нибудь такое рыжий, коричневый, ракотовый. Летом зеленый, а весной, а весной, не знаю, может быть, такая какая унылая пара будет в каких-то красах. Или что-то такое очень сдержанное, не знаю. Мне нужно, кстати, я уже все выкидывала. Такая была какая-то маленькая ковринка в коридоре. Я первым делом только говорю, я их провожала, дети, я говорю, вот вам задание все это выбросить. И никак оттуда, потому что сейчас все равно на балкон выхожу, смотрю, и нам очень подходит. Светло-серая ковришка, да, к белым стенам и коричневым подоконнику. Очень подходит. Вот три цвета, прям замечательно. Белый кирпич, серый коврик и коричневый подоконник. Я, скорее всего, что-то такое тоже буду брать. Не хочу коричневый-коричневый, но это я уберу. Я не знаю, кто, что, как. Вы знаете, это все по изборнике той жизни были. Это я уберу. И вот мне хочется именно по сезонам. А как вы узнали, я даже не представляю. Только кресло. Пока у меня вместо стола будет подоконник. И будет корзина. Вот корзин для вязания я еще пока не купила. Меня вчера спросили, как будете хранить пряжу. Я показала ящики, в которых буду хранить пряжу. И потеряла половину вопроса, как же рукодельный уголок. А рукодельный уголок у меня как? У меня будет просто диван, на котором я буду сидеть. И около дивана я куплю красивые-красивые корзины. Иногда мне хочется цилиндром. Два дня мне хочется цилиндрические, такие глубокие. Два дня мне хочется, наоборот, плоские. Корзина с такой ручкой. Туда одних пастом поместится прям мульон. Наверное, я куплю одну цилиндром, а одну плоскую. Это я так думаю. Пойду, я плоскую не найду, что-нибудь другое схвачу. Вот весь мой рукодельный уголок, диван. И угол дивана корзина. Чтобы 100-500 процессов было разбросано. Я так не люблю. Очень не люблю. Даже если у меня будет заведено несколько, все будут лежать в кладовочке, в гардеробной, как и назовем. А вот один, который я вяжу сегодня, завтра, вчера, он будет красиво. Это будет украшение интерьера. А когда процесс, коробка, 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 процесс, на процесс, коробка, коробка, никому уютно, пожалуйста. Я только про себя говорю. Мне так не уютно. Поэтому я даже, вот, мне самый балкончик очень нравится. Но я то, что по сезонам его буду, я даже, мне кажется, нигде не говорила. Кресло такое нашла. Маленькое-маленькое. Но села, и мне неудобно. Я не отдыхаю. Ну, говорит, ты попадешь. Вот так вот попадешь, попадешь. Ладно, без кресла, пока на балконе я обойдусь. До весны точно. А вот стеночку бы надо. Так что, Ирина, вы прямо ли почувствовали? Я где-то уже ляпнула. Я так уставала эти дни, что, может быть, где-то уже сказала. Не знаю. Татьяна, моя тезка, скажите, пожалуйста, где такие ящики с ручками покупали? У них так удобно хранить. Это я показывала пряжу. Мне нужно... Да, я хранить сейчас. Я знала, что у меня кладовка. Но мне больше нужно было не хранить, а перевести. Перевести пряжу. И если бы я каких-нибудь ящиков набрала картонных, там еще чего-то, когда сюда привезли, это удобно. Перевозить удобно. Но тут мне нужно было перекладывать. Я стратегически мыслью, что хочу всех же самых... Я, если через ДЭК, там другой разговор, или там как кто-то через Авито чудит. Я просто... Так как на машине, и мне хотелось, чтобы Толя занесла, кладовка еще была не готова, в уголке они стояли, ждали. Пряжа первым делом приехала. И как сын знал, мама, давай, говорит, пряжу отвезу. Мы просто пока договорились о сделке, но самой сделки еще не было. Я, говорит, в машине повожу, прям буквально сутки, или на вторые двое суток. Потом я поехала, сделка. И мы попросили ключи у нового владельца, чтобы я посмотрела квартиру. Потому что я смотрела только по видео через Толю. И в этот момент мы разгрузили это самое, пряжу. Поэтому перевозить очень удобно. Мне кажется, хранить удобно. Брали мы в Леруа Мерлен, как он сейчас по-новому называется, я не знаю. И такие же точь-в-точь в Мегастрое. Это мы еще в Сараде. Товар-то один и тот же. В Мегастрое в Леруа Мерлен. Вот когда придешь, ящики для организации, конечно, без крышки подешевле. Гораздо подешевле. Тем более мы их брали не один, не два ящика. И тем не менее с крышкой перевозить, да, чтобы вон там, ой, клубочку полули. Еще что-то я не думала, чем закрыть сверху. Мы взяли с крышкой. Есть там еще крышка на замке, это еще дороже. У меня просто на липучечке. И чтобы уж прям, я, во-первых, не перегружала ящики. Они у меня такие вот. Я уже прям рассортировала. Вот махер, вот блески, там поедки я блеск написала. И я перевинтила, перевязывала очень здорово. И сейчас их закинуть в кладовку 3 секунды. То есть я уже не перекладывала пряжу. Я вот этот стратегический ход у меня прям очень здорово. Что не с коробок некрасивых, а уже все, кладовочки красиво. А сейчас для вещей я купила ящики немножко другие. Просто вот такие текстильные, там, елочки, да, которые я показывала в предыдущем видео. Это пряжа, чтобы я так для себя знала. Ящики, ящики, ящики. Еще корзина у меня такая же. А сейчас я уже без крышек купила. И немножко тоже серые, но без елочки. Они проще и дешевле. И потому что без крышки, и потому что... Сейчас я принесу, покажу. Ой. Вот этот ящик, он более дорогой. Он как бы текстильненький, да. Вот эта вот елочка на нем и ткань другая. И он идет с... А, нет, это самая... Липучечка на такая же корзина. Я ее не притащу. Такая же корзина, только на повыше. Вот. И здесь я сейчас со всех сторон покажу. Это в Леруа Мерлен и Мегастрой абсолютно одинаковые. Можно там и там купить. Для просто вещей я взяла попроще. Он и подешевле не потому, что крышечки на нем нет. Такой ящик без крышки будет дешевле. Такой ящик по... Не невысокий будет дешевле. Такой ящик широкий, там, с отсеками для носочных изделий. Если я не прав, то мне пряжу переправить. Я еще ее завязывала, чтобы все. Вот она не пылится. Очень здорово. И заходить я туда буду редко заходить, открывать. А вот ящики, которые вжик-вжик, все-таки шифонер от шифонер, да. Там что выдвижные ящики, что дверки. Вся одежка спрятана. А мне нужно как-то организовать так, чтобы заходишь в кладовку. Не было видно там этих вот вещей. Я взяла такие вот ящики. Сейчас этот уберу. У него даже ткань другая. Не такая красивая. Но мне вот, понимаете, выдвинул, взял. Там будут там, допустим, здесь один вид одежды. В другом таком второй вид одежды, да. Вязаные вещи, конечно, я просто сложила на полочке, которая уже есть в кладовке. А вот эта мелочевка. И мне еще нужно такой же, не такой же все равно, вот с отсеками. Для каких-то мелочей. Это гораздо дешевле. Это я уже брала здесь, в магазине Хофф. Мы пошли. Он очень здорово складывается. И таким цветом ящики. Там же донышку убрал. Вот так сложил, да. И все. Пожалуйста. Вот так они продаются. Высотой есть побольше, поменьше. Шириной есть побольше, поменьше. Но я так вот просто прикинула, пока на каких полках как будет стоять. И взяла такие. Этим ли цветом, не этим ли цветом у меня осталось. Наверное, только между двумя полочками, между двух полочек у меня есть место. А полки, по-моему, 80, что ли. Я там смотрела 75 еще. Я невысокий, сантиметров 20 куплю, но широченный. Часто все, когда у меня угнездится. Я посмотрю, мне кажется, вот этого вот ящички не хватает. С крышкой, без крышки, на замке, без замка. Высокий, низкий, широкий. Это вообще одного цвета можно взять очень много. Я самые простые сейчас взяла, чтобы они по цвету не очень контрастировали. А может быть, бород надо было. Вот мне бежевые понравились. То ли бежевые, то ли серые. Ну, их же надоели там 2-3 года. Значит, Люра Берлен и Мегастрой первые, а эти Хофф. Не рекомендую, не рекламирую. Меня зритель спросила, я сказала. Так. Не хочет выключаться. Танюша ответила на ваш вопрос. Мне очень понравилось такое песочного цвета. И там вместо ручки кольцо металлическое. Как вот шел вешаешь, гординой некоторое. И думаю, если будешь хватать за это, никак бы не испачивался. А вот зеленые темненькие, прям на микроверевет похожи. Классно. Вот пока на полке в магазине, я прям как рука потянулась их купить. Бежевые, песочные я не взяла, потому что будешь хватать даже такой ручки, как я сейчас показывала, а вот именно за эту дырочку, и, наверное, будет грязно. А стирать их, особо как-то это, желание чистить? Нет. А зеленые мне понравились. Тоже кольцо такое металлическое, так вот брать с верхней полочки, выдвигать. Но у меня на полке красота в магазине. Но я, если перенести в квартиру, эта красота превращается в какую-то... Ну, мне нужно было что-то, что гармонирует. Раз у меня все это белое, мы хотели в черное взять, вот эти железки-то, полки, полки, железки. Но в последний момент комнатка маленькая, как ты заходишь, что там черное-черно, пусть продолжение белых стен будет. Мы остановились на белом, Толя все сделала. И сейчас вот как-то серые вот эти вот ящики, которые показываю, белые. Я пока вот так остановлюсь. А вообще ящики красивые, их много разных других. Вот просто, например, на балкончик для вязания, для лета, можно один ящик купить. Какой-нибудь зеленый плед на кресло. И зеленый вот этот вот ящик для вязания. Но я хочу корзину. Я хочу корзины. До них я пока не добралась, потому что я просто красивую. Я сейчас куплю. Но та, которая будет ляпаться, уже... Ляп, 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 клеится, пазлироваться с общей картиной, да? Именно корзины и коверчик в комнату. Я оставила, когда уже штору повесить, и вам привезут. Когда привезут, я не знаю, но его когда-нибудь привезут. И потом, у них удобно хранить. Вы знак вопроса и восклицательный знак. То есть, где вы такие купили? У них так удобно хранить, вы хотели сказать. То есть, она просто ответила. Или это тоже вопрос. У них удобно хранить? Удобно. Я пока маленький опыт имею хранения в них, но мне нравится. Мне нравится. Так. Хочу поблагодарить девчонок. Вот, например, Нина Ромашко, да? Каждое утро бегу на дзен из-за вас. Да и вечером просматриваю, не появилось ли видео. Сумасшедшая ли я, да? И тут вот Ирина пишет. А я думала, что я одна такая. Просто... Ой, дальше у меня партия хорошо. Девочки стараюсь, девочки стараюсь снимать. Получаю по голове от некоторых. И зачем это снимать? Ну, они хотя бы почитали бы комментарии, да? Потому что очень многие ждут встречи. Люди не понимают, что... Когда привыкаешь к блогеру, ждешь просто весточки от него. Я сама это... Я хоть и блогер, но я еще и зритель. Я сама это чувствую, когда вот кто-то не снимает, а очень хочется это услышать. Кроме того, очень много одиноких людей. Как Тань, как пишет, встреча с вами, просто это вот, ну, как вижу, там, 45 минут. А что сейчас? Вот сегодня целый час я буду в вашей компании. Что-то все это. Как я вам недоволен? Закройте, говорят, в комментарии. Очень пишите. Нет, я... Пусть пишут. Понимаете, свободно слово. Пусть выскажутся. Бан-то я одним нажатием кнопочки их всех отправлю. Мне это несложно совершенно. Спасибо вам, девчата, за подобные слова. Всем, кто пишет. Так, значит... Вот. Пишут, мне не стесняйтесь, приносить с ударением на А. В Москве в ходу об ударении. И даже песни есть. Девчата, я... После того, как мне написали, не надо говорить Балашиха, а надо говорить Балашиха. Так, я говорю про Балашиху, про Балашиху, потому что сама сюда переехала. Если в этом видео или под этим видео, меня тут опять просит, так, куда вы переехали, Таня? Почему вы из этого тайну делаете? Я уже, наверное, прям... Даже я, со своим английским терпением скажу что-то не очень приятное. Вы не говорите, вы скрываете. Да, я скрываю, не говорю. Я на все согласна, только, пожалуйста, слушайте, учите слушать, больше ничего не надо. Я сейчас, когда взывал такси, во-первых, да, в ленте сказал, так, вот видно, москвичка тут, ее прям вот видно. Женщина подошла, так и так, она мне все объяснила, адрес просто, кассир даже не сказал адрес мне, в ленте, а обычно определяет, а этот, введите адрес, потому что вот это вот приложение, это, Яндекс такси, все определяет. Во всяком случае, у меня так в Мордовии было. А это я вбиваю адрес, куда мне ехать, я вбила, это мне все красным. Я подошла, спросила кассировщик, я говорю, и к этой женщине подошла и спросила. Она говорит, дело в том, что, и кстати, комментарий был, я не знаю, вы засклинили или нет, от кого-то комментарий, мы всегда говорили Балашиха, сколько я живу, мы всегда говорили Балашиха. Но вот это новое поколение, да, вот это вот новое введение-то, говорят Балашиха, теперь все так запуталось, поэтому девочки, не надо ругаться. Когда мне просто говорят, Таня, вы неправильно произносите, надо произносить так, я перетерплю. Но когда в комментариях начинает, до чего вы знаете, давайте звонить, звонить, давайте не путать, одно с другим, девочки, пожалуйста. Кому как удобно так произносят, я из комментариев поняла, если одни наставят на том, что Балашиха, и никак иначе, другие говорят, Балашиха, других вариантов нет, ну, значит, это все с ней с ней выберется, значит, пока входят два варианта, где там законы предусмотрены. Хотя писали, даже есть вот сейчас редакция доцентов факультета журналистики МГУ Микаила, какого-то, в нем закрепили норму предложения названия города с ударением на третье слово Балашиха. Ударение нужно ставить на суфер Пиха, Балашиха, Карачиха, Плющиха. И вот это я, наверное, не засклинула, где Балашиха, и объясняют почему. Девчонки, давайте спорить не будем. Вот голубая незабудка мне показывает, девочки, не знаю, как вам обратиться, прям, спасибо вам огромное, столик показывает, прекрасный свой балкон и столик раскладной. Очень мне хочется, брали на Валберис, может пригодиться, конечно, пригодится, очень даже пригодится. Но пока как-то вот почему-то не спешу я могу награждать, раз-раз, нагромождать балкон. Кресло все-таки будет. Цветок на Стурции, правильно, у меня сальдевчата. Съедобный цветок на Стурции. Я пока помню, потом опять забуду, но я опять у вас спрошу. Электродисканс. Вот я хочу креселка, апельный цветок, новый коврик, и все, пока, пожалуй, ну, корзину связания. Пока все. А потом так вот годок второй, как сказать, надышусь, и столик, скорее всего, закажу, потому что идея классная. Спасибо огромное. Мне про откидную стол писали, 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 а вот здесь даже сфотографировали балкон и показали, как выбирается. Так, вот опять Татьяна мне пишет. Значит, Балашиха, Балаших, как стать подарением, идет уже долгий спор. Сейчас народ привык, поэтому говорят, и так, и так. Если взять историю, то изначально ставил с подарением вторую главную. Балаших. Ну, вот так, вот, кстати, москишник сказал вот эта вот женщина. Точно так же. Но когда появилось название района Балашихинский, пошли проблемы с произношением, поэтому как-то само по себе пришли на третью главную. Так что можно и так, и так. Для того, чтобы выучить такое слово под эту ударение, есть стишок. Мы едем в Балашиху на машине с ветром лиха. Если уж на то пошло, то старожилы говорят вот. Вот слово не старожила, а сколько помню испокон веков, вот мы говорили, женщина говорила с учетом Балашиха, а новое поколение Балашиха. Вот вы вторите словам женщины. Давайте, я говорю, спорить не будем. Нет, спорить, пожалуйста, но иногда такие споры плату будут. Но зачем нам сразу вот шашки на голову? Да не надо. Ну, кто как хочет, так и произносит. Я давно уже посела на сериал Кельмяшкина. Пишет Наталья. С моего не первый год с огромным удовольствием. Ни одного сезона не пропускаю. Сейчас прям новый сериал, да, переезд пошел. В недавних роликах вы говорили, что искали квартиру на втором и третьем этаже, а тут слышу 20-й этаж. И смайлик вот с такими глазами. Сначала думаю, не послышала. Сегодня уже четко услышала что 20-й. А сколько всего этажей в доме? Ой, 20. Девочки, 20 с чем-то. 20 или 25? Надо узнать. Вот в какую сторону где солнце меня спрашивают? Толя спрашивает. Вам будет солнце? Узнаем. У него сейчас тучки, сейчас пасмурно, сейчас облачно. Нет. А я что-то не спросила. Я не ориентируюсь. Вот солнце будет узнать, девочки. Мне бы хотелось, чтобы утром было солнце, вечером уходило. Но владелец бы уже сказал, говорит, жара. Надо ставить кондиционер, и очень жарко будет. Все буду по мере. Я говорю, мне сейчас вот так вот. Щища, говорит, терки нет. Ну, я нарежу. Мне еще столько всего вот этого маленького-маленького-маленького. И солнышко узнать, где оно само появится, постучится. Я пока еще не все знаю, но я все люблю, мне все нравится. Так. Да, второй, третий этаж, совершенно верно, я хотела. И мне еще нужно было перспективы. Даль смотреть, кофе пить на балконе. Мне же нужно балкона, чтобы смотреть Даль. Вот мне сам просто, он как мам, вот это понимает, вот это понимает, чтобы кладовочка была, понимаешь, чтобы вот это, что-то, что-то. Он сам хотел, чтобы, ну, не так долго ехать, минут 15-20, чтобы от них ехать. Все это вот, да. А то мне только одно объясни, как не пойму, как можно на втором, третьем этаже сидеть и пить кофе с перспективы. Я рассказывала, я его поняла. Или второй, третий этаж, Толечка, годата, к старости. Мне, значит, все-таки взрослею, этажи, этажи, вот. Или перспективы. Победила второе, мне все-таки нужно кофе с... 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 Вдаль. Со взглядом вдаль. Вот. Ну, а уж три лифта, чей поди, уж. Хоть один не будет ломаться. Так что вот так. Пишут, что самый высокий дом Балашки имеет 27 этажей. Нет, у нас не 27. 23, что ли? У меня не самый крайний, но высокий. Так. Хотела второй, третий. Это все правильно вы говорите. Все, да, девочки? Все мы, какие ящики, да. Мы все рассмотрели. Дорогие мои друзья, так как я разобрала абсолютно все ящики, я добралась и до... Наташа Фазенка прислала мне пряжу ручного окрашивания. Надо потихоньку... Я помню, куда я положила зонт, но я не помню, куда я положила моталку. Я вспомню. Все, мне все в одном, только надо вот так вот Надо начинать мне все-таки работать с пряжей потихонечку-полегонечку, что я с огромным удовольствием сделаю. Кроме того, я обнаружила, у меня нет варежек. Я так отдавала шапочку-шарфику, сколько у меня было комплектов, сколько у меня было чего. Я направо-налево, но я рыженький-то оставила, рыженькую шапочку, рыженькую шарфику, тоненькие-тоненькие варежки. И тыр-тыр нет. Но я ведь все сумки разобрала. Это значит, я могла засунуть в рука в какой-нибудь куртке, я их уже все навешала. На каких вешалках? Вот, наверное, кому вешалка. Я брала рыжий набор. И белую шапочку брала. Рыжий набор и белую шапочку. Белую шапочку я вот в сумки таскаю, с блестками. Чтобы, если что, ну пока у нас вообще осень, ну прелесть пока без нее. А ручки мерзнут. И у меня вот единственные перчатки. Где он, не в дело, подходит, не подходит, я где перчатки нашу. В общем, я так понимаю, что я перестаралась в раздаривании варежек, и мне нужно связать варежки. У меня их нет. Или надо перетрясти, я могла в рука всунуть. У меня еще несколько курточек, которые не повешены. Вот. И там может быть, ну там тонкие варежки, значит, такие-то толстенькие. Мне варежки надо связать. Я про куклу говорю, мне до сих пор продолжают, продолжают советовать куклы. Кто отговаривает дело вообще гиблое, кто наоборот говорит, да, не надо, надо, это все красиво. Надо сюда что-то красивенькое поставить, да, зелененькое такое. Не хватает, да я еще пока так, говорю, снимаю ролики без красотулечки. И к вязанию надо потихоньку приступать, холодными осенними вечерами. Но сегодня вряд ли приступлю, я сегодня щит сварю, и может быть, шторки начну гладить. А зачем ты его уж гладить, если ты выходной? Ну, как пойдет. Я все вот, понимаешь, я хочу еще и варить, я сварю, потому что, что ты хочешь вязать? Или просто вон, полежать на своем матрасе? Ответ какой будет, такой и скажу. И кто меня спрашивал, значит, приступаю вязать из пряжи бенгал, Таня. Все-таки обзор вы этого свитера не делали, но точно помню, что вязали в одну нитку. Все-таки рекомендую тебе вязать в одну или в две. Я рекомендую только в одну. Я этот свитер обзор не делала, но он у меня, у меня просто есть вот вещь, которую я меняю. Две футбольчонки взяла, страна меня. И эта самая шапка валяется у меня в сумке, я еще не носила, она такая дежурная. И свитерок, с какой-то там куртекой, со шкуркой, с искусственной шубейкой. Вот это вот у меня все такое сейчас дежурное, потому что остальное надо развесить, погладить, еще чего-то. А я тоже дежурная, вот понимаете, я прям сумка была такая огромная дежурная, что она смел, что там прям лак для волос, щетка, паста, пилочка. Если у меня какой-то заусенец, а пилочки я не найду, это караул. У меня надо, чтобы пилочка была. Ну все, такой фен, как я без него. А пенку для волос необязательно. Что-то еще купить хотела. И я в Бенгаль, в Бенгалу хожу сейчас. Прям вот этот свитер, только горловинка. Горловинка резинку не держит. Надо, мне-то это и не надо. У меня когда вот все это растянуто, мне так, кому нужно, если свитер. А в одну нитку, однозначно в одну. Сейчас и лавстанчик есть такой тонкий-тонкий-тонкий бобины. Это тоже итальянская пряжа в Перми, где я брала Бенгал. Сейчас вряд ли это Бенгал здесь. А, у вас уже есть, вы купили пряжу Бенгаль. Смесовка в ВО. Вязать две нитки, хоть в пять. Я же смотрю, что вы вяжете. Может, какой-то толстяный кардиган-терапальто. Мне нужна была тоненькая вещь, на которой могу сверху верхнюю одежду. Это изумительно. Я ненавижу навязанные вещи носить, потому что в моей памяти толстые нитки. И так неудобно. Я еще люблю там пышные рукава, еще что-то. Это изумительная вещь. Но она очень теплая. Заходишь в помещение. Я вот сегодня в ленте раздевалась, потому что жарко. Выходишь на улицу. Мне сейчас ни шарфульки не надо, ничего не надо. Кстати, у меня осталось пряжа. Может, варишь, какие-то из них. Очень тонкая вещь. Очень здорово на верхнюю одежду. Я ношу его. Вот и вчера выходила в нем, сегодня выходила в нем. А я фотография. А я фотографии. А, я Толю показывала. Может быть, если... В лес я точно фотографировала. А себя в лесу. А, там все закрыто. Там же я так вот замок до конца. Может, там чуть-чуть зеленеет что-то зеленое. Но к выходу этого ролика в любом случае я... Очерки там 4-5 фотографий из леса. Это я уже выставлю. Ну, все надземно, все надземно. И там вот... Во, вещь! Не надо в две нитки. Мне жарко будет. Мне нужна была цель под верхнюю одежду. Вот для этой цели не надо в две нитки. Если вам там кардиганчик, который совершенно не собираетесь носить. Да, теплый кардиган, пожалуйста. Мне прям нравится. Я уже... Я еще... Я МК не буду делать. Все, что там связала, связала. А носить уже ношу. Вот будут теперь космос и вот этот бенгаль. Смесовка шикарная. Я даже не знаю, какой мне нравится лучше космос или вот этот зеленый бенгаль. Потрясающая вещь. Не надо две нитки. Если вам нужна тонкая, теплая вещь. Я зашла в ленту, мне жарко. Я разделась и повесила эту тележку. Ты возишь? Я туда повесила свою портёвку. Потому что вышла на улицу. У меня даже не в футболке там еще не было. Бельё и вот этот бенгаль. Но сейчас еще и, во-первых, морозов нет. Ну вот, смесовка, конечно. Там и хлопок как бы удерживает, да? И меринос, и беби-альпак. И греет вообще просто потрясающе. Просто потрясающе. Что ж, я буду продолжать писать почерки о своем переезде. Рассказываю, что и как. Потихоньку обустраиваюсь. Видите, мне недели много было для того, чтобы... Хотя я думала, ой, даже день по сеточке. Но я как, я не по седам. Из-за того, что я уже не ложилась спать, я грохалась спать. Просто грохалась спать, зато у меня... Всё. Те мелочи, которых еще они будут тянуться, я увижу. Ой, я хочу, значит, вот это... Ой, я хочу, и так и будет. Картины пока все не будет готовы. Я даже продумывать не буду, где какие вешать. Но надо. У меня идейки есть. Но это... У меня бы вот шторки, диваны, мебель, коврюшки. Это мы еще будем делать заход. Все покупать. Потому что мы, когда сейчас ездили, я говорила, мне нужно на чем готовить посуду, чем мыть. Всё. И вот, например, теперь необходимости. Вообще идеально вписались. Всё. Чеё попить? Пожалуйста. Супиться варить? Пожалуйста. Убраться? Пожалуйста. В общем-то, всё идёт своим чередом. Что зависит от меня, я сделала. Поэтому я, наверное, потихоньку буду уже ориентироваться в сторону вязания. Не такими темпами, как раньше. Потому что мне нужно туда сходить, нужно туда отвлечься. Но потихоньку, полегоньку я буду хотя бы мотать. Хотя бы пасмочки мотать. Всё. Я уже знаю. Потому что помотать, а где зомб? А не знаю, где зомб. Это, а где? А не знаю. Сейчас у меня просто вот, ну, всё, я знаю, где. Это здорово. Вязать не знаю. Хотя варежки нужны. Где-то у меня альпака такая тёмненькая. Серый, не серый, коричневый. Как вот бабушкина овечья шерсть. Вот, может быть, из неё варежки связать. Я хочу просто тёплые варежки. Не жалею мамин белые отдала? Может, всё-таки они в этом лежат? В куртке в какой-то. Ну, отдала и отдала. Всё будет новенькое. В общем, по-прежнему вот так всё. Но уже что-то получше, если вы заметили. Пошла щи готовить. Пошла щи готовить. Пусть будут. Кастрюльку сготовлю. Если молодежь придёт, что мама, вероятно, у мамы сядет, чтобы поесть. И вкусняшки есть. Ну, щи-то есть вкусняшки. Ну, я имею в виду, и вкусняшки, кроме щей есть. Вот. А если не зайдут мне вообще на сегодня, на завтра, сегодня же дело к вечеру, Таня. Будешь уже ночами? Буду. Обедают обычно люди. Ну и что? Ну и что? Вот. И на завтра на обед ходит, и на послезавтра на обед ходит. Больших кастрюля не купила, а средненькие прям хорошо. Организм попросила нормальной еды. Организм попросила, надо организм слушать. Вот. Фыркалку забыла купить. Да Таня. Таня. Ну и ладно. Ну и ладно. Всё, мой добрый зритель, спасибо огромное за все слова, поддержки. Всё замечательно, всё устаканивается. Мелочёвки они не сегодня, не завтра пройдут. Картинку портит на телефон. Вот. Так что, всё встаёт на округе своя. Лес-то я знала, а тут прудик нашла. И ещё в парк схожу, он недалеко. Я уже точно знаю где. Но мне нужно, чтобы ножники у меня нигде не ходили в этот день. Чтобы, потому что я приду, парк поцелую, и уйду. Первую скамеечку надо же побродить. Вот. Здесь не очень далеко, но и не под носом. Но не очень далеко. В общем, я схожу, покажу. Первый день пруд, второй день лес. Представляете, так уже прям. Ого-го-го. Не знаю, какой день парк, но дойду. Наша традиционная. Огромное спасибо за внимание, мои добрые зрители. До новых встреч, Ани. Обязательно. Буду.